Нет, мы не против вот этого водопровода, что тянут все. Но самое главное, чтобы они убрали потом это после себя и благоустроили хотя бы так, как было. Потому что вот когда тянули здесь у нас отопление, все вот так точно горы глины бросили, мы это все убирали сами. И эту дорогу мы потом отсыпали за свой счет. Вот в частности, около нашего дома мы отсыпали только вот где, от самого дома, там пять машин собирались в этом году на щебень положить асфальт. Они же все разворочили, теперь нам снова его покупать надо и снова делать. Ну это сыновцы, ну примерно посчитайте КАМАЗ, они все знают грамотные, сколько стоит сейчас большой КАМАЗ вот такой вот, это 25 тысяч. И потом вот смотрите, я с этим подрядчиком, который был, разговаривала, спросила, будете вы после себя порядок наводить, благоустроить? Нет, значит на Максима Горького в проект заложили деньги, а на нас не заложили. Ну это же безобразие форменное. Он сказал, что не будут они? Ну вот он сказал, так ответил. Ну в лучшем случае, я так думаю, они опять как после отопления нам вот тут загладят, и что тут не пройти, не проехать. Ну вот вы пройдемте, давайте посмотрим, что они там наворочили. Если они там уже это делают, они же должны, почему-то таким галопом, да, должны приводить, кто-то должен делать и работать, а не так бросить. Они же подчистят вот сейчас дорогу, это же уже пройденный этап. Вот тут была, вон перегной лежал, все на Ешкино. Все завалили, все. И вчера еще говорит, контейнер убирай, он мешает. Но если он тебе мешает, ты убирай, я что, должен нанимать кран и его двигать? Вообще уже ни стыда, ни совести. Получается, ваш газон высыпали? Конечно, да. Ну не газон, а при этом. Придемная трава была, все оккультурино, уже каждую весну убираем, благоустраиваем всю территорию. Вот пройдемте, вот посмотрите. Вплоть вон глина, вон, уже прямо в огород туда, вон, сейчас если брать, она повалится, туда она уже. У них два человека рабочих, кто это будет делать? А примерно, вот посмотрите, вот там перед воротами они не задели, все было ровным слоем. Все было, а теперь они все тут выбрали, они выбрали и туда все сдвинули, в дорогу прям. Ну представьте, и сказали, все это не наши проблемы. Ну как это? Столбики, здесь все было культурно, столбики, все было красиво. Но почему мы должны жить, как в этой вечной помойке? Потом мы удивляемся, что где-то в Европе люди живут хорошо, а почему мы живем так? Потому что, говорю, даже то, что мы сделаем сами, нам вот это вот нагадит. Ну как это в проекте не заложено? Вот пусть они сделают, приведут, как оно было. Вообще кто проводит вот эти... Ну вот я даже не знаю, он не представится, он сказал, мы выиграли вот этот тендер, и мы, значит, вот этим занимаемся. У нас смете не заложено вам тут благоустраивать и отсыпать, ничего мы делать не будем. Ну в лучшем случае, комья глины они уберут, возможно, конечно, это. Ну а вот это кто теперь? Представьте, яму накопали, яму. Ну вот по уровню даже вот посмотреть. Да, ну у нас вот, посмотрите, вот в огороде я везде все, вот тут сюда руки просто не дошли. Все чистим, благоустраиваем, все старайся жить, чтобы, ну в нормальных, как бы, условиях. Ну вот уровень щебня видно же там, вот видите, вот отсыпан вот перед гаражом. Вот давайте посмотрим, вот, ну а тут канава же вот. Это все уже в этом году, это хорошо, асфальт не положил. Вот просто задержало время. Вот все, оно на уровне осенью, он все отсыпал, все вот так оно, все было уже тут в этот. Взяли все, вот посмотрите, что натворили. Ничего никто не будет делать, он сказал, мы делать ничего не будем. Соседка, она два дня не мог, они насыпали вот здесь это, да, даже тропинку не оставили, человек не мог в дом даже попасть. Поэтому гором глины это залазил и не мог зайти домой. Вот они тоже тут, к ним вообще, вот посмотрите, под самые ворота видят, что калитка, да, человеку надо домой пойти. Мы хорошо вот по кустам у нас, что кусты, и мы там в этих кустах лазили. А им, смотрите, они даже зайти не могли. Они не могли, не приехали, машина там оставалась. Вот скажите, да, конечно скажут, пускай. Вот вам петличка для звука. А зачем? Мы тоже очень сильно возмущены, потому что смотрите, вот с нашей территории вот что стало. Два дня у нас дискомфорт был, мы не могли домой вообще зайти. Эта вся глина лежала прямо у ворот. Теперь утрамбовали сами или нет? Конечно сами, они все так оставили. Смотрите, вот у соседей, пройдите вот сюда. Вот, все было вот так оставлено. Эти соседи еще не разбирали, а мы утром вот это все сравняли, более-менее сделали. Вот здесь у нас была вот застелена вот этими камушками, как они называются? Щебенкой. Вот мы привозили, платили, делали. И теперь сейчас эта щебенка все на улицу ушло. И видите, теперь получился у нас вот такой скат, и вся вода теперь к нам во двор пойдет. Вся глина будет идти. Сейчас маленький дождичек, и все, мы будем караул кричать. И вот, смотрите, вот все было вот оставлено вот так. Смотрите, как было оставлено. Это вот супруг вышел, он все вот почистил. А вот это вот так вот оставлено. Разве так делают? Я не могу чистить у меня. А сейчас вот смотрите, и дети, и смотрите, какие глубины вот остались. Это что происходит? А во-вторых, почему сейчас проводят воду? Где септика? Сейчас они перерыли с этой стороны, у нас трубы есть с той стороны. А как они нам септику будут проводить? Это что, они так деньги отмывают и все, что ли, каждый год? Ну, вода же должна идти с чем? Куда-то эта вода же должна уходить. Об этом надо же было изначально подумать, как-то спроектировать. Во-первых, нам эта вода, если честно говоря, нам она не нужна. У нас прекрасная скважина есть. Ну, нам же, в первую очередь, что нужно? Септика нужна. В первую очередь, тем более сейчас этот коронавирус. Об этом надо же было подумать. Ну, а где воду? Они воду провели, тепло провели. А теперь что, они септику через воздух будут проводить? Мостами проходить? У нас здесь уже рыб нигде? Только через наши дома только перерыть? Ну, как это можно было так сделать безалаберно? У всех в этом районе уже вода проезжает. Ну, самое обидное, что это же наши деньги, наши отчисления. Ну, почему с нами не советуются? Почему у нас не спрашивают? Тепловики сделали, мы целый год в этой грязи сидели. Вот мы эту купили, сделали все территории возле дома. И сейчас обратно. Ну, это полное издевательство. Все, а как ее зовут? Нургуль. Как они, да? Из Кендирова, Бугумбая, 23. Ну, это что, черти что? А вас как зовут? Меня Ольга Тимофеева. Все, спасибо большое. Спасибо.